Ребят, привет! Сегодня новостной выпуск. Расскажу о новосях, которые в последнее время меня очень заинтересовали. И в первую очередь, конечно, новый альбом Foo Fighters, Madison at Midnight. Он вышел на днях, вот 5 февраля. По словам самого солиста Дэйва Гролла, это альбом о личных переживаниях человека, которыми не всегда можно поделиться с другими. И как кто-то в шутку у него спросил, это случайно альбом не о вакцине от коронавируса, вот сейчас очень наболевшая тема. Он, конечно, сказал нет. Лично для меня любимая песня с этого альбома это одноименная песня Madison at Midnight. Она сразу же меня поразила прямо с первого прослушивания своей сочетанием вот этой вот монотонной, в то же время очень гипнотизирующей ритм партии с такими запоминающимися попсовыми напевами и эпичным блюзовым соло, контрастирующим со всем этим уже непосредственно в середине песни. И тем, кто не слушал этот альбом, обязательно начните, послушайте вот песню Madison at Midnight. Потом можете перейти к песне Shame Shame. Она, кстати, была выпущена раньше. Это первый сингл с альбома. Эта песня для меня стоит на втором месте в этом альбоме, который смогли создать Foo Fighters в своем таком непризойденном, таком уникальном, самобытном стиле. Альбом обязательным прослушиванию не только фанатам Foo Fighters, но и тем, кто группу не знает. И для меня лично эта пластинка становится таким логичным и очень даже правильным продолжением всей дискографии группы. Она немножко уводит ее в более такую экспериментально-попсовую сторону, но в то же время на ней есть треки, как, например, No Son of Mine, которые возвращают нас к тем корням жесткой альтернативы, с которых начинала группа. Вторая новость, которая больше даже будет интересна, наверное, звукорежиссерам, это выпуск нового контроллера от компании SSL. Компания SSL вообще в последнее время делает очень много классной аппаратуры для широких масс. То есть они недавно сделали вот такой компактный аудиоинтерфейс бюджетного сегмента. Также они начали выпускать собственные плагины, которые, кстати, очень классно звучат. Но сегодня не об этом, а мы о контроллере. Контроллер называется UF8. Этот контроллер, который подключается к цифровой рабочей станции и позволяет управлять практически всей рабочей станции на кончиками своих пальцев, то есть как это было раньше во времена аналогового звука, если вы помните, что такой. Контроллер имеет 8 моторизированных фейдеров, также огромное количество клавиш, кнопок, которые назначаемы. Абсолютно точно нельзя сказать, что этот контроллер является каким-то прорывом, потому как компании Presonus, Behringer давно уже выпустили свои версии данных контроллеров и которые уже давно завоевали свое место на рынке. SSL всегда радовала нас своим премиальным качеством и теперь они запаковали вот это свое премиальное качество в такое более-менее доступное для широких масс продукт. Я бы не сказал, что он сильно доступный, потому как цена на него начинается от тысячи трехсот долларов. Все-таки это около ста тысяч рублей против тех же пятидесяти тысяч, которые вы можете заплатить за Behringer X-Compact или Presonus фейдерпорт. Ну и третья новость, которая важна лично для меня, это то, что после нового года у меня появились наушники Sennheiser HD 650. Находятся вот у меня здесь на такой импровизированной подставке в виде лампы. Эти наушники, они великолепные. Они великолепные не только качеством звука, но и комфортом. И я вообще считаю, что этот продукт, он заслуживает отдельного видео. Я обязательно сделаю на них свой собственный обзор. Несмотря на огромное количество уже вышедших обзоров на YouTube, все-таки этим наушникам уже там почти 20 лет или даже больше. Эти наушники обладают очень четкой и линейной такой АЧХ. При небольшом подъеме в нижней середине они все-таки довольно линейные и на них можно, в принципе, качественно сводить. На них можно очень с комфортом прослушивать музыку. Единственная у них проблема, что они очень чувствительны к вашему интерфейсу или к усилителю для наушников. То есть если вы слушаете их с телефона, то они просто не раскроют весь свой потенциал, потому как импеданс у них 300 Ом. То есть сопротивление наушников очень высокое и с телефона вы будете терять динамический диапазон, терять низкие частоты. Но вот об этом обо всем вы узнаете в моем следующем обзоре на эти наушники, поэтому stay tuned, как говорится. И на этом я заканчиваю новостной выпуск. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно. Если вам понравился формат этого видео, то обязательно расширивайте его со своими друзьями. Лично мне очень интересно делать такие видео, потому как я люблю делиться какими-то новинками, новостями. Вот. Еще раз спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.